Обрушится ли рубль вслед за ключевой ставкой Экономика Курс валют 25 октября 2043 Обрушится ли рубль вслед за ключевой ставкой Центробанк пытается спасти или погубить российскую экономику Антон Чаблин Комментарии в просмотрах 3414 Фото Дмитрий Феоктистов ТАСС материал комментируют Алексей Буянов Иван Капустянский Совет директоров Центробанка По итогам заседания в пятницу опустил ключевую ставку до 6,5% годовых Такой низкой она не была с докризисного 2014 года Напомним, ЦБ ставку снижал уже трижды в течение одного только нынешнего года Об очередном уменьшении ставки председатель Банка России Эльвира Набиулина заявила заранее Хотя эксперты поначалу и сомневались, что оно окажется столь значительным Объяснила Набиулина свое решение замедлением годовой инфляции до рекордных цифр О том, как повлияет неожиданное решение Центробанка на российскую экономику И особенно на курс рубля Свободная пресса расспросила экспертов-экономистов В Френькель Центробанк готовится к резкому удешевлению нефти Учитывая, что цель по инфляции в 4% была отображена данными на начало октября Задача регулятора будет поддерживать эту инфляционную температуру Поэтому, на первый взгляд, можно было предположить, что Центробанк готов к частому снижению процентной ставки Но маленькими шагами 0,25% Говорит руководитель аналитического департамента финансового института исследований современного трейдинга Екатерина Френькель Однако, если прислушаться к словам Эльвиры Набиулиной Можно между строк прочитать многое Читайте также Плоды пенсионной реформы Изредка покупаю самую дешевую рыбу и просроченную курицу, как живут пенсионеры в Москве и в провинции Как сказала глава Центробанка, на инфляцию влияют не только временные факторы, но и факторы спроса Пожалуй, изменяющийся спрос и является виной решительных действий СП Вы имеете в виду общее охлаждение глобальной экономики? Посмотрите, темпы роста экономик Китая и Евросоюза снижаются А значит в целях экономии они могут уменьшить спрос на нефть В условиях огромного мирового предложения это не очень хорошо И тогда цены на нефть могут начать снижаться более быстрыми темпами Это, в свою очередь, повлияет и на нашу экономику, и на курс рубля И если монетарную политику не корректировать, тогда наша страна может остаться с огромным количеством нереализованной дешевой нефти и дорогим курсом рубля Видимо, наш Центробанк прогнозирует значительное изменение стоимости нефти И заранее подготавливает экономику под эти условия СП А что в таких условиях будет с курсом рубля? Если предположения верны, то курс рубля значительно снизится В среднесрочной перспективе в ценовой диапазон 67.50 Вопросительный знак 68.00 за доллар Более заметный рост доллара будет проявляться при усиливающейся волатильности на рынке нефти Капустянский Укрепление рубля становится Ключевую процентную ставку снизили сразу на 0,5% Основания для этого действительно есть Во-первых, замедление инфляции Во-вторых, поведение крупнейших мировых ЦБ Подтверждение этому можно также найти в динамике доходности ИОВС Индексация пенсий Кремль будет грабить пожилых до упора Справедливый размер пенсии должен быть 36.7 тысяч рублей А не 14 тысяч с небольшим Как сейчас Буянов На рубль будет сильнее влиять геополитика Несколько сдавший свои позиции доллар в начале следующей недели продолжит отступать Считает генеральный директор инвестиционной компании Бенгалу Инвестмент Алексей Буянов Вероятно падение еще на несколько пунктов Но есть ряд обстоятельств Способных поддержать доллар Негативно влияя при этом на рубль Во-первых, существенное снижение ключевой ставки ЦБ РФ Такие меры всегда отражаются на курсе национальной валюты Во-вторых, по рублю бьет и снижение темпов экономического роста Китая Отставание составляет около 6% в третьем квартале года Причиной тому является низкий уровень оборотов внутреннего рынка и снижение производственных темпов СП, неужели нет никакой надежды на стабильность? Несомненно, есть С одной стороны это восстановление экономик развивающихся рынков Иран, Турция, Аргентина, валюты которых сильно ослабли в прошлом году И есть надежда нарастить общие показатели за счет экономического подъема этих государств С другой торговое перемирие США и Китая на первом этапе проходит благополучно Инвесторы успокаиваются и проявляют большую готовность к рискам В том числе и касающихся рубля Правда, это преимущество может обернуться отягощающим фактором в том случае Если дальнейшие переговоры затянутся И стороны будут бескомпромиссно отстаивать свои позиции Вполне вероятно, что предчувствуя такой исход Международный валютный фонд в октябрьском прогнозе уже снизил свои ожидания В отношении роста мировой экономики до критического минимума СП, рубль до конца года укрепится или ослабнет? Что касается динамики, скажем, валютной пары доллар-рубль То она несущественна Их колебания в сторону поддержки либо же в сторону падения малозаметные Сейчас все зависят от макроэкономических событий Общей геополитической напряженности И конкретно в случае рубля От решений со стороны федеральных властей по самым сложным вопросам Ключевая ставка Снятие бюджетной и фискальной напряженности Реализация нацпроектов